а я стою чего-то жду а музыка играет идет вот этот вот клоун впереди да наискосок я еду за ним понимаешь притормозил он идет в этих затычках понимаешь ничего не слышит ну елки-палки ну так вот по ходу мне нужно срочно освободить в какой-то день 2-3 часа в день мне нужно с этим парнем пообщаться просто понимаешь помнишь всем всем привет вы на канале наше жить в америке не лайк мой лайк и короче все студент сегодня решил порвать все да он просто меня сейчас убил я швала блин и думала код скажи мне во что я была одета в прошлую среду так на скидку мы можем блок пересмотреть не зайка без блога и заметь я твоя жена короче прошлую среду у нас в прошлого цвета у нас было задание нам раздали по красу успеха описание какая проблема есть у студента и мы должны были пойти найти в нашем кампусе того кто может решить эту проблему в нашей команде по успеху я парень 18 лет девочка 18 лет еще одна девочка была но она заболела в тот день мы все это решали втроем в общем на что я обратила внимание этот мальчик да он все время делать тонкие как ну как комплименты нашему профессору когда мы пришли в центр где нам ну нашему студенту помогают решать проблему он сделал девушке которая для нас тур делала по этому центру комплимент как только мы зашли в библиотеку он сразу парню на ресепшене клингает классные у тебя часы вообще такой вот тонкий подходим значит сегодня мы сидим у нас сегодня про презентации и по итогу мы голосовали какая команда лучше типа раскрыла как решить до воображаемого студента проблему ну и в общем у нас какая-то там пауза и пацанчик нас так осмотрел с девочкой да и такой говорит суши ведь я заметил на меня говорит что он вашей команде да да ведь я заметил у тебя много обуви ведь знаешь моя любимая пара котик джинсовая золотистыми носочками смысле его любимая твоя пара я люблю действительно много корида моя первая профессия он делает не горит так он списать хочет я не знаю короче он на девчонку говорит слушай ведь на что парень-то работу нашел помнишь там какой-то что-то разговор что ее парень долго работаете не может она должна быть я тут подумал может быть горит учитывая что он еще типа несовершеннолетний это был бы хороший время какую-то работу ему втюхивают уже это сидит тоже что там короче бла 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 дошла учительница проставить печати что мы заполняем верно бумаги он ей говорит профессор как ваш сын адаптировался в беркли я уже думаю ну пацан все добей меня да ну в общем наша команда победила мы лучше всего раскрыли вот нам учительница дару по конфетке который только выходим из кабинета идем но я такая шахта ускоряна торопишь то я беру там перечень а муж там забирает он ведь на еще раз где хотел бы вернуться к туфлям знаешь гей но пакту леопардовую кофточку они говорят смотрится просто кладбить я все время гать вот любуюсь я вот реально когда вы это извините погреб с удовольствием ну типа может и вот я пока сразу это паркинга думаю но спрошу у тебя во что я была одета блин вчера да ты не вспомнишь во что вчера я вспомнила что ты была раздела туфли моем помнит ты чё получается когда в классе шаппарта еще и туфли успеваешь посмотреть я тигрил он постоянно делаю учительница у нас учительница это профессор по успеху она очень много носит бижутерий и она ее постоянно меняет я вот ну я не знаю наверно на каждый раз много я не могу сказать что я на этом сосредоточена как он есть все время ой такое типа красиво украшение ой а это какой камень ну по годам мелкий по размеру это просто замечательный чувак очень приятный вообще мне кажется что вот он какие-то вот книги читает данного те же это типа 10 типа там способов расположить человека к себе я могу научить тебя как найти путь к сердцу женщин человеку приятно с тобой общаться когда ты вот ну допустим тихонько но не совсем уже как идиота тихонько пирушим уже стык я думаю что он это очень хорошо на всех нас тренирует далеко пойдет по карьерной чудо короче я не поняла да а что было еще ну я же тебе говорю что вот сегодня мы получается она в начале класса просмотрела что у всех заполнены бумаги по этому проекту и потом каждый член команды вставал мы должны были быстренько определиться кто будет презентовать какую часть и рассказывали мне бы пора рассказать какие дополнительные сервисы есть в этом библиотеке и в студенте короче блин там же тебе помогут во всем кто-то рассказывал о полицейских в нашем кампусе кто-то о хэл-центре рассказывал в общем и потом вот это вот онрайн голосование мы все вместе посылаем смс на телефон который учительница говорит входим в систему нашего колледжа и она выводит допустим проголосовать за такую за такую команду набираешь просто посыраешь допустим пенсии и сразу же онрайн видим кто больше набирает рассказывает что отмочила географица географица вообще неприятный человек день понедельник как начался понедельник скажем с того что это не только географица так делает это все зависит от преподавателя некоторые преподавают короче сегодня в сереже меня привез на занятия я за шапка 32 очень много кто из со второго этажа идет и я-то студентов уже своих узнал в лицу и потом девочка на не подходит вы дома спала сканцы по географии я грибут же отказанная на русском сказала да она такая много и там висит мага нужно писаться бы ну ладно я пока подымалась позвонила сереже будет что типа якобы тут абсолютно свободно надо обязательно бумагу записать свою имя и фамилию что ты типа был пришел я считаю это нечестно потому что она же не стоит в дверях и каждому не горит краска анселит краска она просто взяла и не пришла она позвонила куда-то в офис потому что я видела как это делается звонят в офис и ходит не учитель расклеивает что как раз консель это ну работник какой-то просто а она потом заберет эту бумагу и посмотрит кто пришел кто не пришел ну раз ты не пришла значит честно было бы чтобы и мы об этом узнали даже если это эмердженции ситуация у нас у всех есть и мы мне кажется она помогла нам сообщить об этом и тут уже кто лоханулся и не проверяет по утрам свой дом пришел и расписался или увидел эту бумагу что класс отменен на сегодня но по отношению к другим я считаю что это нечестно просто почему нас особенно возмутил этот случай потому что ну во-первых такая практика уже было и практиковали ее по-разному то есть вот ситуация была в прошлом в прошлых семестрах когда учительница заранее объявляла сообщала и ты мог планировать свое расписание то есть ну да типа у тебя сегодня учеба но учится очень начнется на два часа до учиться много взрослых людей кому-то лишний раз можно пойти поработать кому то лишний раз спать можно можно отдохнуть так я про это и говорю вот кто-то там что-то с детьми кто-то где-то еще что-то потом опять же в колледже очень много студентов ездят либо на своих машинах либо на убери подъехать туда-сюда это десятка если больше других занятий нет ты на двадцатку попал чтобы пойти на дверях не так сказать выразить свою почту когда мы обсуждали в прошлом семестре эта ситуация была тоже мы с девочкой сидели потому что у нас у обоих получалось и домой уже не вернуться и в общем мы сидели с ней полтора часа до начала или два часа до начала следующей пары она рассказывала что она ездит на убери просто почему у нас мы не просто обсуждали эту ситуацию мы как два брата по несчастью мы просто не знали уже чем нам друг друга развлекать и я начала спрашивать я знала что она интернешно где она живет она рассказывала что она живет в семье там в общем-то отдельная история но факт что она я спросила если у нее права и как она добирается в колледж а сказала что она берет убер вот откуда я знаю что ну и машины мы видим что вот так а я сколько вашу я считаю что преподаватель поступила нечестно что она могла послать преподаватели которые очень-очень ответственные да они мало того что посылают и мою простой у нас же еще у всех там эти телефонные номера от миссис брикс которую я обожаю даже смс-ка приходила чтобы расстаться ну и как бы не тяжело было послать чтобы люди не шли там не ждали и не сидели а другого еще фигня бывает в том что допустим у тебя уроки в час одна пара закончилась следующая в 2 ты приходишь сидишь а без 15 и 2 ты видишь работника который вывешивает бумажку что классно два часа канцлит зачем ты 45 минут сидел там уже непонятно поэтому только один мальчик это тот который ты говорила что вот когда меняла эту девочку которую с тобой общаться не захотели нет 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 другой другой в общем кто видел влог про то как нам не доставили посылку вот это опять же повторяется ситуация немножко в другом то есть у кого-то есть технически она может так не она может да мне кажется но по-человечески по-человечески она прекрасно понимает всю ситуацию и она могла бы сделать уже что где раз студентом нормальный выходной у нее до нас пара есть которая начинается всеми 40 утра и люди приперли на нее получается ножа пришли а класса нет вот представь во сколько человеку нужно туда ехать все чтобы всем 40 поэтому давайте будем все добре будем отвечать за свои поступки и делать так чтобы не только нам было удобно но и другим марина обещаями надо подкармливать походных смарина обещает каждый раз записывать влог студенческий а если кому-то нужен вот такой модный стол с кожаным диваном пишите в личку дадим адрес то есть видите ну конечно там может и диванчик потрепанный и столик потертый но если диван потрепанный то что на первое мере время вот например когда ты вселяешься в апартмент у тебя нет стола то колбасу с хлебом можно нарезать или салом но ручки нужно ставить такие знаешь как кованые красиво найти можно вот а бывает порой выставляют очень даже хорошую и мебель и технику и вот наши соседи они уже на балкон к себе много чего перетягали сегодня у них появился тренажер интересно когда у них на балконе место так что вот такие дела но все всем кто посмотрел он будет грустный он будет веселый короче от наши соседи думают что они хорошо в караоке подожди одни стулья не принесли с улицы на балкон они простояли там зиму и потом они выкинули испорчены ну ладно стулья их не дело но вот когда они караоке поют когда девушка начинает петь песню с титаника айсберг начинает айсберг тает начинает нас еще надрывается она тянет все блин ну кажется перестаньте мучить котенка ну это ужасно ну на мой взгляд ужасно я конечно не особо разбираюсь да не это ужасно как не разбирайся в этом все равно ужасно поехали на дуфу ну так поехали вы были на канале наши соседи в Америке мне life is my life всем хорошего настроения и увидимся в новом плоде пока пока бай бай я